Провели неплохие встречи, и на самом деле мы очень много уделили. Вот я еще раз слышала от Марии, что она мне хотела заказать все-таки какие-то решения, задачи по кинетике. Мы с вами очень много на этих задачах потоптались, и я не думаю, что нужно к ним еще раз возвращаться. Мы на них были два занятия буквально, да? Так что мне кажется, что все-таки эти задачи, их надо просто решать, побольше их решать, а алгоритмы, в принципе, один и тот же все время остается. Надо знать законы Менделя, и надо спокойно, полномерно решать эти задачи. Если у вас что-то не получается, надо брать еще и еще. Я вам большой запас там дала, да? И те из нас, которые, те из вас, которые ходили на занятия, которые были на занятиях, я думаю, что вообще проблем каких-то не осталось у нас. Я так знаю. Здравствуйте, хочу сказать, что существует еще и подвид. Да, конечно, подвид существует, безусловно. Подвид существует. У нас существуют не только вот те главные, основные таксоны, которые приняты в систематике, да? Но еще и структуры, которые вспомогательные, которые подотряд, надоотряд, семейство, подкласс тоже существует. Это все есть. Итак, значит, мы с вами сегодня начнем с того, что у нас на сегодня программа довольно обширная. Я запланировала, но мне так очень хочется все-таки уложить. Во-первых, это систематика. Мне Мария сказала совершенно правильные вещи, да? Да, урок начинается в 8 часов. Вот мы с вами и начали в 8. Хорошо. Всем слышно меня и всем видно меня, нет? Да, да, хорошо, спасибо большое. Я вот раз-раз с двум человеком видно и слышно. Ну, значит, если у остальных что-то такое, какие-то проблемы, порой звук пропадает. Ну, это уже, наверное, проблемы. Иф, это что такое? Да, спасибо. Спасибо. Так, хорошо. Значит, я думаю, что это уже проблемы, наверное, частные какие-то, это не общие. Наверное, вам надо перезагрузить, перезагрузиться. Да, в систематике вообще, в биологии, в естественных науках принят латинский язык. Конечно, гораздо меньше, чем в медицине, но из медицины он сейчас как-то тоже постепенно начинает испаряться. Ну, какие-то основные вещи все-таки медики знают на латыни, но вот он уже не становится, латынь уже перестала быть таким языком, универсальным языком медицины. К сожалению, это так. Ну, наверное, как бы это все идет в сторону упрощения. По всей видимости, в данной ситуации тоже такая ситуация. Так, хорошо. Значит, вот у нас с вами сегодня две небольшие темы. Я надеюсь, что мы с вами с ними достаточно быстро разберемся. Это систематика и это экология. Вот, и две темы, которые гораздо... Давайте я, наверное, уберу свое изображение. Это тема, которая гораздо более обширная. Это тема, которую мы с вами не успели полностью забрать в прошлый раз. И я хочу все-таки остановиться на устройстве функционирования человека, систем человеческих, да, и каких-то органов отдельных. Потому что вообще-то человек – это основной предмет, основной объект, которым будут прилагать те из вас, которые будут в дальнейшем психологами. А потом это большой кусок ЕГЭ на самом деле. Вот то, что идет курсом анатомии и физиологии человека, и ГЕНА, по-моему, там, да, так же, так же в курсе в этом, да. Оно или в восьмом классе, иногда это в девятом классе. Я не знаю, в каком у вас это было, у разных, наверное, людей по-разному, но человек – это материал достаточно крупный, достаточно достойный. Мне кажется, что его все-таки как-то надо знать более подробно, чем мы его так охватили. Итак, систематика. Ну, систематика – это наука, которая давным-давно волновала человечество, еще с античных времен, собственно говоря, она стала такой серьезной проблемой. Так, немножечко давайте-ка я все-таки переключу с этого слайда. Вот что такое, систематика. Ну, какое-то представление об определении систематики надо знать, что это тот раздел, это раздел биологии, конечно же, да. А биология – это часть естественных наук, естествознания. Вот, и это раздел, который старается какой-то порядок навести вот в этом обилии живых существ. У нас огромное количество живых существ, в них надо все-таки для того, чтобы их можно было полномерно, спокойно и размеренно изучать, ставить себе какие-то конкретные цели, их надо сначала как-то классифицировать. Вот для этого систематика нам и нужна. для того, чтобы навести порядок в этом обилии живых существ. Ну, систематика, она имеет свою историю, как любая наука, она имеет свою историю, причем начало этой систематики имеет очень глубокие корни. Первую систематику, она достаточно примитивна была. Кто ее создал-то при первую систематику? Ну, Аристотель тут даже написано. Тут даже написано. Мы с вами начали с этого, мы с вами когда говорили о началах мистерственных наук, мы начали на самом деле с Аристотеля, с античности мы начали. Да, вот он разделил тогда, выделил три, он разделил все объекты на три группы. Вот на минералы, которые душой не обладают, на растения, которые обладают душой, но они не двигаются, они не могут что-то ощущать, они могут питаться и расти. И животные, которые обладают душой, позволяющие еще и чувствовать, чувствовать еще и двигаться. И человек, это самый высокий на самом деле организм, который выделил тоже Аристотель. Ну, потом, вот у нас здесь, видите, череда таких фотографий замечательных. Это прекрасная картинка, которая нам показывает. Вот это вот у нас Аристотель, это у нас Линей. Те из вас, у кого хорошая визуальная память, те могут легко запомнить вот эти вот. Это вот у нас Дарвин, а это у нас Геккель. Но Геккель это уже более близкий к нам, конечно, к нашим временам ученый. Он в совершенно в иных условиях работал. И он очень большой вклад внес не только в систематику, но еще и в экологию тоже, мы будем дальше об этом говорить. Значит, ну, а первым зоологом считается зоологом. Зоология – это наука о животных, да, систематике. Да, конечно, конечно. А вы знаете, вот у нас биология, вообще естественные науки сейчас очень быстро в рост пошли. 20-й век считается веком, считался веком биологии и генетики на самом деле. Ну, вот генетика вообще так резко дала такую вспышку, такой рост, который вообще-то не снился многим за этого. Ну, вот Аристотель на своем уровне описал, подробно описал 454 вида животных. Вот видите, есть даже эта цифра выделена, я специально его делала, чтобы это было заметно вам среди вот этого всего текста. Да, непонятно. И эта система, обратите внимание, как долго она была в силе. Та система, которую, насколько был непререкаем авторитет Аристотеля, вот, что его система посуществовала так много времени. То есть на нее это не просто вот она стоила, как камень лежала. Она в книгах была, в трактатах его уже была, да. И, конечно же, с ней работали, на нее опирались ученые, которые дальше подтвердили биологию. Значит, вот основные таксоны. Таксоны – это те деления, из которых состоит систематика. Самый мелкий таксон – это вид. Это вид. Вид имеет два названия. Одно родовое, другое видовое. Но вот как у нас гомо сапиенс. Гомо – это название нашего рода, а сапиенс – это название уже чисто вида нашего. Значит, у нас есть среди растений и животных некоторые различия. Давайте мы сейчас их определим, а потом дальше мы их немножечко закрепим. Значит, различия, в общем-то, тут очень незначительные. Отличаются, вот у растений идет отдел, а у животных идет тип. У растений идет порядок, а у животных идет отряд. То есть, собственно говоря, и все различия. Основные различия – это такие вот. А вот это вот у нас основные таксоны. Это основные таксоны. Мы с вами помним, что кроме царств, еще над царствами есть еще какие у нас два таксона, которые совсем недавно вошли в систематику. Я даже не совсем уверена, что они вошли в официальную систематику. Но вот во многих книжках они уже есть, и в интернете, безусловно, их очень много. Это что такое? Мы в прошлый раз с вами смотрели. Это империи. Это две империи. Какие империи выделяют? Какие империи выделяют? Клеточные. Давайте один я вам подскажу. Одну империю подскажу. Клеточные. А вторая империя? Какие у нас неклеточные организмы? Какие у нас неклеточные организмы, господа? Вы, наверное, уже сейчас свои... Да, вирусы, конечно, конечно, вирусы. Это действительно вирусы. Я просто хотела сказать, что вы давайте все-таки включайтесь в работу, чтобы у нас последнее занятие прошло на должном уровне, чтобы оно не было вот таким вот, каким-то таким рутинным. Чтобы мы с вами поработали хорошо сейчас. Вы же готовитесь. Когда у вас будет экзамен в патологии? У вас расписание есть экзамен? Нету? Так, ну ладно, давайте дальше пойдем. Вы какие-то сегодня есть. 19 июля. Ну, я тогда буду за вас держать. Там нужно руки держать, или что там надо, вас ругать надо, или как-то по-другому надо, что-то проявлять какую-то активность. Вы мне тогда скажите, что... Кулаки, кулаки живые. Хорошо, я буду тогда за вас держать кулаки. Потому что мне очень хочется, что вот те, которые ходили, те пальцы крестиком, это так, что ли? Сейчас давайте я включу себя. Это вот так вот пальцы крестика, а вот так вот, да? Да или нет? Ладно, вы как-то немножечко... Наверное. А точно никто не знает, да? Это же ваше предложение. Ладно, ну, 19 июля, я это запомню, конечно. Мне очень будет приятно, если вот вы все поступите. Пятак под пятку. Ну, это, наверное, уже тем, кто дает экзамен, пятак под пятку. Да, это вам, вам точно. Видите, сколько много у нас всяких примет и поддерживающих? Ну, хорошо, пятак. Это несложно найти, несложно под пятку положить. Буду за вас болеть. Так вот, да, и ругайте больше. А какими словами-то ругайте? У меня скажите. Матерь, матерись. Ну, ладно. Если что-нибудь попытаюсь вспомнить, тогда, значит, буду вас как-нибудь очень грязно ругать. Хорошо. Как совесть подскажет. Ладно. Чтобы уж наверняка. Хорошо, спасибо. Спасибо. Так, ладно. Значит, вот у нас империя клеточных и империя неклеточных. Вирусы – это, конечно, организмы, которые живые, которые могут размножаться. Правда, размножаются они. Для размножения им обязательно нужна клетка хозяина. То есть это облигатные паразиты. Мы с вами об этом говорили. Так, хорошо. Но у них, в принципе, есть все для того, чтобы прикрепиться к клетке, для того, чтобы войти в нее, для того, чтобы впрыснуть в свой генетический материал, для того, чтобы перестроить работу клетки на воспроизводство своих собственных частиц. Своих частиц. Не клеточных, а своих частиц. Своих белков и своих нукриновых кислот. И клеточные организмы. Клеточные организмы у нас делятся, там тоже есть какое-то деление. Они имеют, некоторые не имеют ядра. То есть все, что должно быть в ядре, у них есть, но оболочки ядерные у них нет. И устроены они очень примитивно. Как они называются? Нет, они называются прокреты. А яукреты – это как раз те организмы, у которых есть прокреты. Это вот те самые простые клеточные организмы, которые ядра не имеют. Ну, у них есть нуклеиновая кислота, у них есть все, что необходимо для жизни, для собственного воспроизводства, для того, чтобы производить свои белки, свои нуклеиновые кислоты и осуществлять какую-то жизнь совершенно не обязательно. Да, металлсамиоз, конечно. Они умеют с этим заниматься. Они совершенно могут не обязательно существовать. Есть такие бактерии, которые не являются паразитами. А есть такие бактерии, которые являются условными паразитами. Условные паразиты, они когда нет условий для их свободного существования, тогда они должны вести паразитический образ жизни. А когда есть нормальное питание, нормальные какие-то вещества для получения энергии, тогда, в общем-то, им и не нужен организм хозяин. Тогда они могут существовать в свободном плавании. И эукариоты. Эукариоты – это уже все существа, у которых есть оформленное ядро, у которых клетка достаточно сложно устроена. Там есть и либосомы, там есть и митохондрии. В клетках растений есть еще хлоропласты, есть еще большие лукооли, которые занимают очень большую часть клетки. Там находятся запасные вещества, клеточный сок так называемый. Ну и, конечно, к эукариотам относимся мы с вами, безусловно. Все животные, особенно высшие животные, все животные относятся к эукариотам. И человек в том числе. И в том числе человек. Да, вот тут вот написано на самом деле. Вы, кстати говоря, если вы хотите, я вам эту презентацию сегодняшнюю тоже вышлю, как мы уже, так сказать, наладили связь такую. Так что я Марии могу выслать. Только Мария, вы мне потом еще раз свой адрес электронный напишите, чтобы я не искала его. Хорошо, спасибо. Но это потом, в конце занятия. Вы мне напомните, чтобы я вам выслала презентацию. А так вот эти вебинары вы можете в записи смотреть. Так что это вообще-то не проблема. Хорошо. Так, ладно. Ну вот основные, основные таксономические единицы. Это вид, как мы уже сказали. Это вообще-то надо точно запомнить, что такое вид. Сейчас я вам, наверное, скопирую его. Этот самый. Ладно, не буду я искать сейчас. Не хочу время тратить. Ну, вид – это те организмы, которые объединены не только общей морфологией, не только общей средовое питание, не только общим питанием, но они смогут еще и размножаться, спариваться друг с другом, при этом они дают плодовитые потомства. Вот что такое вид. Конечно, определение вида надо знать, надо хотя бы ориентироваться в нем, но точно совершенно можно своими словами сказать, совершенно не обязательно наведусь какие-то вещи, запоминать. Но понимать – это основополагающее понятие, которое не только систематике, которое, да, замечательно, которое и для экологии очень важным является. Вот это вот у нас те таксономические единицы, которые являются основными. Значит, ну, систематические единицы или таксоны. Да, на царство, царство, ну, на самом деле, вот это у нас сейчас, мы с вами с той классификацией видели, что это как империя выделяется, да, но, нет, я укрел, ты про крел, ты это на царство, если империя у нас, это вирусы и клеточные организмы, я прошу прощения. Вот вы знаете, так сильно развивается, так быстро развивается сейчас наука, биология во всех своих направлениях, что вот не успеваешь просто за ней следить. Занимаешься, я занимаюсь каким-то одним разделом очень подробно, за ним я, конечно, очень серьезно слежу. А вот как бы другие моменты, если их не посмотришь перед занятием, то их можно упустить, это точно. Значит, мы с вами помним, что вот мы с вами относимся к этому типу, к типу хордовых. Тип хордовый, а позвоночные – это по типу же, да, это вот дополнительный такой, дополнительная таксономическая единица, к которой мы относимся. К хордовому у нас относится самое простое существо хордовое, которое на сегодняшний момент сохранилось в теплых морях, как оно называется там. Я фотографию вам его не показывала, в прошлый раз я просто позабыла. Ланседник, да, безусловно, совершенно верно. Конечно, семейство гоминиды у нас, да, человекообразное, род человек, и мы с вами являемся видом человека разумным. Так, хорошо. Значит, ну вот это вот классификация грибов и растений. Это тоже у креота растения, высшие растения, покрытосеменные. Вот обратите внимание, у нас был тип, а у них отдел. Вот я вам только что на это указывала, да. У нас отряд, а у них порядок. Это такие различия, ну, они достаточно существенны для систематиков, потому что, ну, если вдруг вам что-то такое попадется, то надо не отряд говорить, ношение растений, а порядок. Ну, я не думаю, что прям такие подробности у вас будут спрашивать. Все-таки больше всего на экзаменах на устных особенно. У вас будет устный или у вас будет тест? А на экзамене кто-нибудь знает, нет? Тест будет, да? Ну, я не знаю, я не думаю, что в тесте будут какие-то очень большие сложности. Дальше пойдем. Значит, ну, вот это вот, тут такая схема, она практически слепая, но те из вас, которые хорошо видят, и при большом увеличении особенно, это достаточно легко рассмотреть и прочитать все эти вещи, да. Тут весь именно животный мир, тут животный мир, да. Тут животные-то не видно. Если честно, мне тоже ничего не видно там. Но вы когда получите презентацию, вы сможете ее увеличить, понимаете. Я просто, это такая вот картинка, которая, это не я же ее делал, понимаете. Я в интернете все эти иллюстрации ищу. Так что вы это сможете рассмотреть, изучить, кому это надо. И, ну, хотя бы схватить основные ветви, основные ветви схватить. Это не значит, что все эти мелкие надо запоминать и как-то рассматривать. Это значит, что вам надо просто вот основные ветви эти все понять и немножечко запомнить. Ну, если сказать, запомнить надо, конечно, так дальше. Ну, вот у нас пример систематики нашего домашнего друга, собаки, да. Царство животное, по царствам настоящие многоклеточные, хордовые. По типу позвоночного, здесь этого нет, таких подробностей. По типу позвоночного, по-моему, класс млекопитающий. Отряд хищный, семейство собачьи. Вот посмотрите, какое. Здесь вот приведено 4 рода этого семейства. Я не уверена, что этим исчерпывается у нас семейство собачьи. Я этим вопросом специально не занималась, но мне кажется, что их больше родов-то. И вот у нас вид собака. Собака домашняя, я так понимаю, все-таки. Так, это вот у нас пример систематики растительной, систематики растений. Царство растений, отдел. У нас среди растений, в растениях выделяют покрытосеменные и голосеменные. Ну, голосеменные, я надеюсь, вы знаете, чем они отличаются от покрытосеменной. Голосеменные – это наши хвойные. В наших краях, в наших лесах подмосковных очень много хвойников. Они все относятся к голосеменным. Двудольные бывают и однодольные. Двудольные – это типичные. Типичное семейство – это бобовые. Это очень типичное, самое типичное семейство двудольных, которое знает, наверное, всех. А типичное однодольное семейство – это злаковые. Ну, вот рожь, например, пшеница. Здесь у нас чина весенняя, чина весенняя, вид ее такой, да? Это двудольные растения. Принцип систематики. Вот здесь вот у нас сведены животные систематика и растительная систематика. Вот царство животных, царство растений. Отдел цветковые, тип хордовые. Значит, здесь тип, здесь отдел. Тут у нас еще и подтип есть. Ну, я думаю, что здесь тоже подтипы какие-то есть. Ну, просто я в ботанике гораздо меньше разбираюсь, нежели в зоологии. Особенно хорошо я разбираюсь в человеке. Так, ладно, дальше. Здесь вот отряд хищные, здесь порядок лилейный. Мы с вами видим, что мы с вами видим, что вот здесь вот порядок, а здесь отряд. Какая основная? Я вообще преподаю анатомию и физиологию в медколледже. В медколледже я преподаю анатомию и физиологию. Так что про человека я, наверное, знаю. Ну, не все, наверное, но гораздо больше, чем во всех социальных биологических темах. Ну, кроме того, я еще и репетиторствую иногда, поэтому как-то я все это забираю. Но там мне не надо перед занятием, перед занятием со школьниками готовиться, понимаете? Потому что там я знаю гораздо больше, чем должны школьники знать. Вот это вот семейство у нас такое же. У нас семейство сохраняется, род тоже сохраняется, вид тоже сохраняется. Вот обратили мы внимание, еще раз мы обратили внимание на то, что здесь у нас тип, в растениях заменяется он на слово «отдел». Здесь у нас отряд животных, а в растениях он заменяется на слово «порядок». Такие вот у нас замены. Это надо знать, я думаю, что это будет принципиально только для тех, кому дадут вот эту вот классификацию. Это не значит, что у вас будут какие-то вопросы, чтобы вы вставляли с нами классификацию. Но просто вам может встретиться вот порядок, это будет равносильно отряду. Порядок – это равносильно отряду. Ну а тип – это у нас отдел был. Это тоже надо запомнить здесь, почему-то этого нет. Тут отряд «порядок» мы видим, да? А тип – это у нас отдел. Вот мы увидели это. Значит, вот здесь вот прямо сведены рядом и систематика человека, и систематика животного, мышь, и систематика однотольного покрыта семенов пшеницы. Это злак. Два раза доходило. В тестовом режиме не могу вам сказать. Насчет тестов я в прошлом году, по-моему, там частично было тест, что такое было. А частично все-таки там была какая-то устная программа, насколько я помню. И вот общие принципы систематики. Значит, когда мы встречаемся с каким-то непонятным нам животным или растением, которое мы хотим определить. Существует, во-первых, определить, есть специальные, гораздо более, обещают, очень похожие. Ну и хорошо. Значит, будет несложно, я надеюсь. Я думаю, что для тех, кто готовится, для тех, кто может что-то, чего-то, какой-то мелочи не знать. Но основные вещи вам надо знать, все-таки, понимаете, и по ботанике, по зоологии, по анатомии, по физиологии, и по экологии, и по систематике. Вам нужно знать основные вещи, вам надо в них ориентироваться, понимаете. А если у вас голова работает, то вы сможете сообразить какие-то тонкости, какие-то, может быть, подробности. Теология сложнее, чем математика. Но это вообще-то, это профильный ваш предмет. Ведь если вы поступаете на психологический факультет, то, значит, вы будете работать. Может быть, математика сложнее. Ну, смотря для кого математика сложнее, еще раз скажу, понимаете. Есть такие люди, для которых школьная математика просто орешки вщелкать. Так, ладно. Это, я думаю, зависит от подготовки. От того, как в школе вы учились, от того, как вы готовитесь к экзаменам. А так, потом очень разные люди есть. Так, хорошо, значит, вот когда мы гуляем где-то по полям, по лугам, по лесам, и вдруг у нас встречается какое-то непонятное нам растение. Мы его срываем, лучше всего все-таки с цветком его как бы сорвать, приносим домой и начинаем изучать его по определителям. Определители ориентируются на, в первую очередь, на цветок. Значит, по цветку мы очень много чего можем понять. Мы можем понять, ну, во-первых, цветковое растение, это уже для нас очень большая помощь цветкового растения. Значит, это растение покрыто семенной. То есть, там образуется зависть, поэтому у него серия будет покрытая. Но к какому относится оно таксону? Значит, вы уже будете смотреть по количеству лепестков, по количеству тучинок. Вам надо будет поработать, наверное, с лупой здесь. По крайней мере, при хорошем очень освещении и с очень хорошим зрением. Но если у вас зрение плохое, то можно взять какой-то увеличивающий припор. И еще раз, ту же самую лупу можно взять. Но надо посчитать все тучинки, надо посчитать пестик, как устроено, с чего он состоит, какие рылица у него, какой цвет, сколько лепестков у цветка у этого. И вот таким вот образом, на основании морфологических каких-то подробностей, вы сможете спокойно по определителю найти его семейство, потом род, потом бит. Я думаю, что если человек серьезно этим озаботится, то он все это определит. Прошу прощения, могли бы вы сказать, как делать одно задание? Какое задание? Какое задание? Расположите животных в последовательности, которые отражают усложнение их организации в процессе валюты и класса, которым они принадлежат. Но вот когда мы говорим о млекопитающих, то вот мы давайте сейчас вернемся снова к тому слепому слайду. Вот видите, здесь на самом деле по усложнению идет как раз. Начинается с самых простых, это животные, это животные, да, начинаются с самых простых, а доходят к самым сложным. Самые сложные устроенные, это, конечно, люди, мы считаем себя самым сложным устроенным. Но вот птицы, которые тоже достаточно, в каком тексте у вас ошибка? Здесь, на слайде где-то или что? Давайте мы дальше пойдем, а то мы с вами, если у вас какие-то конкретные вопросы, давайте в конце, мы тогда, мы вернемся к этому вопросу, и вы мне напишите, какая ошибка, в каком тесте, чтобы я видела этот текст. А, в тесте ошибка? А, ну, тест надо видеть. Нет, мы про экзамен, а, в тестовом режиме, в тест, вы про тест говорите, да? Ну, мне нужно видеть все-таки этот тест, понимаете? Мне нужно видеть это задание тестовое. То, что вы пишете, вот то задание, черепаха, ланцетник, нет, ланцетник, конечно, более просто устраивает. Но черепаха, это же не, это же не, ланцетник, конечно, проще устроен, безусловно. Черепаха, ланцетник, орел, волк, окола, жаба. Это жаба, это нет, орел, это птица, волк, это только питающий. Конечно, жабу раньше будет, ланцетник будет раньше, черепахи. Сначала ланцетник, потом акула, потом черепаха, потом жаба, потом орел и волк. Я так вот представляю себя, как порядок составить. Ну, вот то, что я сказала. Давайте дальше пойдем, хорошо? Давайте дальше пойдем. А потом, если хотите, мы с вами разберемся. Значит, теперь давайте от простого к сложному, конечно, от простого к сложному. Мы начинаем с самого простого хордового животного. Это ланцетник у нас. Это ланцетник, безусловно, это самое простое хордовое животное. Не проблема это. Так, значит, экология. Ну, экология – это наука о доме. Экос – это дом. Логос – это учение. Значит, это учение, наука о доме. Логос – экология – это наука о доме. Вот это у нас, кстати говоря, Гекель, который, собственно говоря, и предложил это название. Название предложил это он не в античности, он уже очень близко к нашим годам предложил это название. Хотя очень много разговоров о взаимодействии организма в природе, о взаимодействии человека с организмами, и с животными, и с растениями, и с адиотическими условиями среды. Это еще вот эти вот разговоры, эти замечания о том, что это все между собой взаимодействует, это было еще в античности. Как всегда у нас Аристотель в начале всех естественных наук. Ну, в начале биологии это точно. Аристотель считает первым зоологом, на самом деле. Предложил первую систематику. Я писал даже там более 400 видов животных. Мы с вами помним об этом. Вот у нас разные определения экологии. Но вам не надо их заучивать совершенно. Надо просто понять одну простую вещь, что экос – это дом, жилище или еще где-то пещера, скажем так. А логус – это все знают, наверное, это просто учение, наука. И вот если мы говорим о том, что это наука о доме, то этот дом трактуется в очень широком понятии. То есть когда мы говорим, что экология – наука о доме, мы имеем в виду под домом всю нашу землю. То есть земля – это наш дом, ну, конечно, в широком смысле. Это не квартира наша, это не пещера, не дача даже. Это наша земля. И это все, что на ней имеется, включая и живые существа, включая и неживые существа. То есть это разные факторы, это окружающая среда нас. Мы от нее зависим, мы являемся открытыми системами. Так что мы что-то оттуда берем, и мы что-то туда должны все время выбрасывать. То, что нам уже не нужно, то, что мы уже использовали, отработали, мы должны это выбрасывать, от этого избавляться. Значит, вот тут много разных определений экологии. Еще раз вас очень сильно призываю к тому, чтобы лучше все это понимать, чем вы будете загружать свою память. У нас память, она не притонная бочка, все-таки у меня есть какие-то пределы. Поэтому то, что можно просто понять, лучше оставить на уровне понимания. И вот если вы это поняли хорошо, когда вы это повторите еще раз перед экзаменом, вы тогда, у вас это само по себе запомнится. Это не значит, что прям дословно нужно запоминать. Нет, нужно просто понять смысл. И тогда будет все хорошо. Ну, вот это вот экос, как жилище, оно довольно давно возникло. Это слово греческого происхождения, конечно, мы знаем, да? То есть это просто по звучанию понятно, что это греческое слово. А предложил назвать эту науку так вот, как я вам уже говорила, немецкий биолог Эрнст Геккель. Это произошло в 19 веке. Вот, и с тех пор у нас экология стала очень бурно развиваться. Очень бурно развиваться она стала, да? Но особенно бурно она стала развиваться именно в 20 веке. Я все 20 своим считаю, потому что у меня большая часть жизни прошла в 20 веке. Но у вас, наверное, уже наоборот. У вас, наверное, уже наоборот. Так вот, значит, у нас так же, как у меня, да? Ну, бывает, конечно, разные бывают. Так, хорошо. Значит, место экологии в естествознании. Ну, экология сейчас очень сильно делится на всевозможные направления. А вообще эта наука, конечно, сначала зародилась как наука о взаимоотношениях организмов между собой, о влиянии на их жизнь абиотических, то есть неживых каких-то условий, климатических условий, минеральных условий, водных условий и так далее. Ну, в первую очередь, она, конечно, возникла как наука о взаимоотношениях организмов живых между собой. Ну, вот у нас экология развивалась в несколько этапов. То, что Гекель предложил назвать экологией, это совсем недавно от нас случилось. Но сначала об этом начали думать, еще пока думать только, да, если они уже умели думать. Как сопоставлять какие-то условия, это еще древние охотники, это еще когда не было сапиенса. Ну, потом, когда уже античность у нас началась, да, тогда, конечно, там появились очень серьезные работы и очень серьезные люди, очень серьезные мысли у них были. И, соответственно, они делали какие-то выводы, они эти выводы писали в своих трактатах, они оставили очень много культурного наследия, памятников культурного наследия. Значит, ну, это все еще было до нашей эры, это было все до нашей эры. Дальше пойдем. Но еще раз я вам еще раз повторяю, что очень бурное развитие приобрела экология именно в 20 веке. И это связано с тем антропогенным фактором, который оказывает на природу именно человек. Ну, вот тут вот три человека, три фамилии. Одум, это Юджин Одум, это не наш, конечно, исследователь. Ну, это три фамилии. Да, да, вот, вот, уж да, уж да, конечно. Вернадский – это наш академик, у которого была очень сложная, трудная судьба. И Сукачев, конечно, это тоже человек российский, но у него, конечно, не была такая ужасная судьба, как у академика Вернадского. Ну, он тоже внес немалый, немалый вклад в развитие этой экологии. А Вернадский, его, вообще-то, вклад трудно переоценить. Его вклад просто трудно переоценить, Вернадский он. Значит, ну, сейчас у нас экология уже не рассматривается только как область естествознания. Безусловно, нет. Она сейчас и психологическая экология, и социальная экология есть, и многие разные экологии, которые, вообще-то, к естественным даже уже трудно как-то отнести. Так, ну, вот эта вот структура современной экологии. Я прошу прощения, вот только вот тут вот я обратила внимание. Это агроэкология, тут ошибка. Не арка, а агроэкономия. Агроэкономия, она изучает искусственные популяции, агропопуляции, да, агросистемы, которые созданы человеком, конечно, которые связаны с кельским хозяйством. Так, ладно, вот основные понятия экологии, какие-то понятия нам, конечно, надо знать, вам их надо просто запомнить. Но главное, на первом месте все-таки у нас стоит всегда понимание. Вы уже люди большие, вы взрослые, вы осознанно сделали свой выбор, так что надо сначала все-таки стараться понять. Вы когда будете работать с человеком, ведь психологи, они работают с людьми в первую очередь. Ну, зоопсихологи, конечно, с животными работают, но в основном основные психологи, все-таки это психологи, которые направлены на изучение психики человека. Значит, какие-то вещи, конечно, нам связаны с человеком, надо знать. В первую очередь вы будете пытаться понять человека. В первую очередь вы будете человека пытаться понять. То есть не просто какие-то запомненные вами факты, какие-то алгоритмы на нем пробовать, а сначала его надо понять, разобраться в его проблеме, разобраться в его личности. Значит, вот у нас плутанты, это достаточно распространенный термин такой, и ксенобиотики. Надо запомнить, что такой плутант – это загрязняющие вещества. Можно себе куда-то записать, наверное, если у вас моторная память преобладает. А ксенобиотики – это вещества, которые чуждые природе. Значит, это вещества, которые для какой-то надобности были сделаны в результате химического синтеза. И очень часто вот эти ксенобиотики придают нашей пище какие-то требуемые для нас приятные какие-то качества. Это ароматизаторы, идентичные натуральному. Но это не значит, что они натуральны. Это значит, что у них очень похожий запах на клубнику, на малину, например. Какие-то красители идентичные натуральному, разрыхлители, загустители, консерванты и так далее. Вот что такое ксенобиотики. Апуллитанты – это вещества загрязняющие просто. Ксенобиотики, в принципе, когда мы говорим о пищевой промышленности, то их, безусловно, прежде чем добавлять в какие-то пищевые продукты, которые мы потом будем есть, их сначала проверяют на их токсичность, есть ли у них токсичность или нет. Но, безусловно, когда в тех количествах, в которых их проверяют, они абсолютно не токсичны. Но просто мы сейчас с вами всё более дешёвую и дешёвую пищу покупаем, в которой нет очень мало чего натурального есть. И поэтому наш организм, по всей видимости, не рассчитан на получение такого большого количества ксенобиотиков. И, наверное, в таком уже количестве они могут оказывать какое-то нехорошее действие. Я далека от мысли, что они на нас какие-то токсические воздействия оказывают. Но то, что они могут что-то нехорошее сделать в нашем организме, я с этим против этого не буду возражать. Ну вот опять у нас определение экологии, экология производства, биотоп – это то место, то пространство, та миша жизненная, которая занимает сообщество. Экосистема. Экосистема – это основное понятие в экологии. Экосистема – это та система, которая устойчивая, которая открытая, которая должна брать, так же, как и любой организм, должен брать что-то из окружающей среды, которая туда что-то отдает в эту окружающую среду, которая включает в себя и биотические факторы, но биотические разные существа живые, и абиотические факторы. Это вода, это минералы всевозможные. Вот Сукачёв, вот у нас его фотография, если она для кого-то что-то даёт, это будет хорошо. И вот у нас биогеоциноз. Биогеоциноз – это на самом деле конгромерат, который состоит из живых и абиотических факторов среды в нашей. Так, дальше. Вот тут вот я вам вышлю, когда эту презентацию, вы тогда сможете поработать с этими определениями. Ну, биоты – это определения, очень часто встречающиеся в разговорах экологов. Я заканчивала биопак МГУ, поэтому у меня, друзья, многие заканчивали кастерах экологии. Так что у них это кругом и рядом. Биоты – это та совокупность живых компонентов, которые встречаются в популяции. Это и растения, это и животные, это и всевозможные животные. И беспосвоночные, и позвоночные. Биогеоциноз. Биогеоциноз – мы уже знаем, что это название введено в лексикон научный Сукачёв. Ну, неважно, в каком году, это уже такие подробности не совсем для нас. А вот то, что Сукачёв большое дело сделал, это да, конечно. Это вот серьёзный эколог в свое время был. Вот он такое вот разработал понятие. И этим понятием не только в нашей стране пользуются. Это такое мировое понятие, международное стало. Биогеоцинозно, мы о нём говорили. Так, ну, вот основные понятия. Природные комплексы, они включают в себя и факторы среды, это какие-то и биотические факторы, и абиотические факторы. Вот что такое экосистема. Что такое экосистема, да? Экосистема – это устойчивая система, которая довольно долго может функционировать сама по себе, но в ней должны быть представлены разные животные, разные растения, и всевозможные необходимые ей для жизни, для её существования, абиотические факторы. Здесь и свет должен присутствовать, это абиотический фактор. Фактор – это же не животное какое-то, не растение. Значит, здесь и должны быть минеральные какие-то соли, здесь и вода должна быть, здесь и газ должна быть, воздух, например. В нём азот есть, в нём есть кислород, и в нём есть уголькислый газ. Это всё должно быть. И, конечно же, здесь должны быть не только животные, но и растения. Растения у нас образуют органические вещества, которыми потом животные питаются. Биотоп – это определение, тут есть биогеоциноз, мы о нём уже не один раз говорили. Экологическая ниша – экологическая ниша – это те факторы, в пределах которых будет существовать вид. Популяция – популяция – это совокупность особей, это более узкое понятие, чем биогеоциноз. Это совокупность особей одного вида, которые проживают на каком-то определённом ареале, занимают какую-то определённую экологическую нишу. Так, факторы среды обитания. Абиотические. Ну, мы с вами уже не один раз этот термин употребляем. Абиотические – это факторы, которые характерны для неживой природы. Абиотические факторы – это факторы, которые характерны для живой природы. Антропогенные факторы. и вот об этом мы с вами говорили очень вскользь, антропогенные факторы сейчас выходят на первое место по влиянию на живую природу. Ну, не живую, кстати говоря, это те факторы, которые связаны с деятельностью человека. Деятельность человека, она сейчас всё больше и больше расширяется и всё больше и больше наносится какого-то... Это не значит, что обязательно вред, но она меняет природу, то, что природу городов, она изменила уже радикально. Мы поняли, что мы живём совершенно в ином месте, мы живём уже с вами не на природе, мы живём в каких-то искусственных условиях, но мы без них уже не можем жить. Это же, в общем-то, наша потребность уже такая стала. Это не значит, что мы можем от этого отказаться. Нет, мы от этого отказаться не можем. Вот эти вот термины «продуценты», «консументы» и «реклуценты» мы с вами очень подробно разобрали в прошлый раз. Значит, вот эти вот термины должны быть обязательно у вас в голове, вы должны понимать их различия. «Продуценты» – это в основном зелёные растения, но кроме зелёных растений у нас есть ещё и массы бактерий, которые тоже не являются потребителями органического вещества, которые делают это органическое вещество из неорганики. «Консументы» там была первого, второго и третьего порядка. Первого порядка «консументы» – это что? «Консументы» – ещё раз я вам давайте напомню, что «консументы» – это те организмы, животные организмы, которые потребляют органическое вещество, которые сами не могут его производить. Первого порядка «консументы» – да, травоядные, совершенно верно, совершенно верно, хорошо, хорошо. Ну, там есть ещё и хищные, там есть ещё и трупоядные, значит, это всё «консументы» у нас, да? «Редуценты» – это что такое? О том, что тут написано, ой, господи, тут написано на самом деле, боже мой. Я только сейчас обратила внимание, что здесь всё это и есть. Ну, хорошо, вы вспоминаете вот по этим, по словам, замечательно. То, что экосистема, да, она, конечно, может саморегулироваться, она может какое-то время существовать совершенно самостоятельно. Если ничего в окружающей среде не меняется, то она так и будет существовать. Она будет, в ней будет поддерживаться баланс, если есть там и продуценты в нормальном количестве, и консументы, и резуценты, там будет поддерживаться этот баланс. И если светит солнышко, если не такое, вот и это, как у нас сейчас, до определённого момента, да, конечно. Если, когда случается что-то такое экстремальное в природе, тогда начинается вот ломаться эта система. Скажите, пожалуйста, а кого должно быть вот в этой вот пищевой, экологической цепочке больше? Продуцентов, консументов или редуцентов? Кого должно быть больше, кого должно быть меньше? Мы с вами в прошлый раз об этом говорили, да, в общем-то, это легко понять. Редуцентов, редуцентов не должно быть больше. Их не может быть больше. Они просто, всё то, что до них дошло, они разрушают, а до них доходит уже очень немного органических. Продуцентов, да, продуцентов на первом месте. Мы с вами помним вот это правило 10%. Нет, не помним. Вот это надо вспомнить. Вернитесь к прошлому. Да, здорово. Мы там даже и попытались какую-то задачку решить простенькую. Да, конечно, продуцентов больше всего должно быть. Безусловно. А редуцентов, их, конечно, меньше должно быть. Там то, что до них, та органика, которая до них дошла, они её очень быстренько разложат. Вот, и всё, идёт с концом. А теперь мы с вами переходим к человеку. Значит, ну, я думаю, что с общей биологией мы с вами разобрались неплохо. Я не думаю, что там будет как бы очень подробно. Вот то, что мы с вами говорили, систематика, экология, биохимия, частично обмен веществ, мы с вами говорили, а клетка, это всё у нас, это всё относится к разделу общей биологии. Общая биология, но она изучается всего-навсего один год. Один год, да? Это всё это вместе взятое. А мы смотрите, сколько на этом сидели. Генетика тоже самая, кстати, да? Так, человек. Человек – это то, что вообще-то изучается целый год. Там у нас много разных разделов изучается в течение года, а это весь один из разделов изучается в течение года. Дальше пойдём. Теперь человек. Человек – это существо многоклеточное. А раз это многоклеточное вещество, значит, клетки его образуют разные ткани. Разные ткани. Значит, вот у человека, так же, как и у высших животных, четыре типа тканей. Четыре типа тканей. Это эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная. Так, эпителиальная ткань. Одну секундочку. Сейчас, одну секунду. Ой, очень коротко давай. Ты придёшь завтра? Да. Да. Хорошо, я сейчас вебинары веду, да? Всё. Пока, всё. Так, вот это мне подруга позвонила, которая эколог, кстати говоря. Она бы для нас могла бы тут песню спеть по экологии. Так, ладно, дальше. Итак, эпителиальная ткань. Эпители расположен у нас, он образует верхний слой кожи, эпидермис. Он выстилает все слигистые наши, он формирует наши железы, он формирует наши железы, и он выполняет функцию какую, раз он где-то на границе стоит, на границе нашего организма. Да, защитный. В первую очередь у него функция защитная. Ну, кроме этой функции есть ещё какие-то, но основная функция – это защита его. Конечно, вот в связи с этой функцией он, его клетки очень часто, очень быстро гибнут, да? И поэтому он должен иметь самую высокую степень чего? Вот сообразите, пожалуйста, раз гибель клеток происходит, значит, должно быть что компенсировать эту гибель? Регенерация. Замечательно, молодцы девочки, очень хорошо. Вот когда мы включаем мозги, мы можем очень много сами понять, без всякой помощи на самом деле. Ну, чуть-чуть вас надо потолкнуть только и всё. Значит, очень высокая степень регенерации, она самая высокая для эпителиальных тканей. Ну, собственно говоря, и всё, что вам надо знать про эпители, более подробно мы с вами не будем о нём говорить. Так, соединительная ткань. Мы с вами начали с самой простой ткани и идём по мере усложнения. Соединительная ткань. Соединительная ткань. Значит, клетки. Во-первых, давайте начнём всё-таки немножечко, я забыла начало. Ткань, любая ткань состоит из клеток и межклеточного вещества. Межклеточное вещество – это то вещество, которое находится между клетками, понятное из названия, куда попадают у нас из крови питательные вещества, куда клетки выбрасывают свои шлаки, которые в кровь должны попасть, а потом выйти из нашего организма с мочой, с потом, с выдыхаемым воздухом. И вот это вот межклеточное вещество попадает в питательные вещества из крови, которые к клеткам должны, в клетки должны попасть. И там используются по своему значению. Там они должны использоваться по своему значению. Так вот, если мы, когда мы говорили про эпителиальную ткань, то там практически отсутствует межклеточное вещество. Межклеточное вещество там не должно быть, ну, оно там, мы не говорим, что его совсем там нету, оно, конечно, там есть немножечко, но его там несравнимо меньше, чем во всех остальных тканях. Несравнимо меньше. Значит, поскольку клетки, поскольку эти ткани выполняют функцию, основную функцию защитную, да, клетки должны стоять очень плотно. Как солдаты стоят, они должны стоять причем друг к другу. Поэтому там межклеточного вещества очень немного. А в соединительной ткани, там все наоборот, там клетки совершенно разные в каждой ткани есть, да, и межклеточного вещества там огромное количество. Межклеточного вещества там гораздо больше, чем самих клеток. Самих клеток. Значит, в межклеточном веществе, ну, каждое, вот эти соединительные ткани, они по массе составляют суммарно более половины нашего тела. Более половины нашего тела составляют именно соединительные ткани у нас, да. Они имеются везде практически. Давайте я вам сейчас несколько их видов, разновидностей расскажу, да, чтобы вы поняли. Они имеют очень разные консистенции. Вот у нас есть жидкие, да, кровь. Жидкие соединительные ткани – это кровь и это лимфа. У нас есть твердые соединительные ткани – это кость и это хрящ. Это совершенно разные ткани, совершенно разные функции они выполняют. Но построены они по одному и тому же плану. У нас есть рыхлые соединительные ткани, жировая, например, ткань. Потом так называется рыхлые соединительные ткани, которые, ну, какие-то беструктурные, аморфные, они мягкие, рыхлые. Вот таким вот образом. Значит, там огромное количество межклеточного вещества, в котором встречаются клетки. Встречаются клетки клеток меньше, чем межклеточного вещества. Значит, эти вот ткани выполняют разные функции. Они вот трофику, трофическую функцию выполняют. Трофика – это питание, да. Например, кровь и лимфа – это трофическая функция. Они опорную функцию выполняют, например, кости и хрящ. Они запасающую функцию выполняют. Это вот рыхлая соединительная ткань, жировая соединительная ткань и так далее. Они очень много функций выполняют в нашем организме, но основные мы с вами перечислили. Дальше идёт по мере усложнения, дальше у соединительных тканей тоже достаточно высокая, да, лимфоизащитная, конечно. Безусловно, только не ту защитную, которая вот, у эпителиальной ткани, совсем другая защитная, это иммунная защитная. Так, хорошо. Конечно, регенерация у соединительных тканей тоже достаточно высокая, но у эпители всё-таки она гораздо выше, она гораздо выше. Так, мышечная ткань, мышечная ткань, мышечная ткань у нас встречается трёх видов. Это, во-первых, скелетная мышечная ткань, поперечно-полосатая. Во-вторых, это миокард, это мышца сердца, тоже поперечно-полосатая, но она немножечко по-другому, поперечно-полосатая. Из-третьих, это гладкая мускулатура. Это мускулатура, которая образует стенки наших внутренних органов. Живудка, например, кишечника, например, бронхов, например, и так далее. И так далее. Значит, у мышечных тканей матки, ткань, ну, естественно, конечно, матка. Да, конечно, это очень такой орган полый, с мышечной стенкой серьёзной. Ну, и мочевой пузырь тогда уж, если мы туда пошли. И мочеточники, и мочеиспускательный канал. Безусловно, это все органы, которые имеют гладкую мускулатуру в составе своей стенки. Безусловно. Так, ладно, значит, вот эти три типа мышечной ткани. Скелетная мускулатура, она опирается на скелин, и она приводит наше скелетное образование в движение. То есть, когда у нас прикрепляется к одной кости одна часть мышцы, к другой кости другая часть мышцы, то если она начинает сокращаться, у нас, соответственно, кости эти сближаются. Если она начинает расслабляться, то она удлиняется, и кости расходятся. Таким образом, мы с помощью этой мускулатуры совершаем движение. Значит, эти мышцы, эти три вида мышцы, они различаются, во-первых, по строению, во-вторых, по расположению, а в-третьих, они по регуляции по своей различаются. У нас есть мышцы, которые мы можем, работу которых мы можем регулировать сознательно, например, скелетная мускулатура. Мы же знаем, как у нас руки должны действовать, как у нас ноги должны сокращаться, когда мы ходим, например, когда мы садимся, когда мы какую-то позу принимаем. С другой стороны, мы совершенно не можем влиять никак на работу своих полых органов. Кишечника, например, у нас иногда начинается такая перестантика, что хотелось бы, на самом деле, ее немножечко успокоить. А у нас это не получается, сознательно у нас это не получается. Сердце. Сердце тоже работает совершенно помимо нашей воли. Мы как-то опосредованно можем заставить сердце биться быстрее. Но если только мы специально посидим и подумаем о чем-то очень волнительном, о чем-то очень значимом для нас, что-то вспомним, связанное с каким-то... Гладко... Да, не подвластно. Если мы вспомним, хотя у нас миокард это не гладкая мускулатура, но он тоже нашей воли не подвластен, безусловно. Если мы вспомним что-то очень такое, затрагивающее наши эмоции, тогда как-то через какое-то время мы все-таки сердце включим на более высоких оборотах. А так нет. Просто так вот я захотела, чтобы у меня сердце либо успокоилось, например, когда я волнуюсь перед экзаменом. Мы же не можем успокоить свое сердце, мы можем сознательно как-то сделать глубокий вдох, глубокий выдох и вот так вот опосредованно немножечко привести его в какое-то более спокойное состояние. Так, следующее. Нервная ткань. Нервная ткань – это самая сложная ткань нашего организма. Состоит она... Основные клетки нервной ткани – это нейроны. Нейроны, да. Нейроны... Сейчас-то я посмотрю, я уже не помню, что там... Нет, я сюда не включила клетки, потому что я понимала, что у нас очень мало времени будет, чтобы с клетками собираться. Кроме нейронов, в нервной ткани есть еще и нейроглея. Нейроглея – это тоже клетки. Это клетки, которые выполняют обслуживающие функции. Они вот как слуданки у клон нейронов, они их кормят, они их защищают. Они дают им опору, они создают вокруг них всевозможные оболочки. Ну, вот вокруг волокон, например, длинных волокон, они образуют милиновую оболочку. Это вот глиальные клетки. Эти глиальных клеток гораздо больше, чем нейронов. Примерно в 10 раз их больше. Примерно в 10 раз больше глиальных клеток, чем нейронов. и, конечно же, выполняют свои защитные функции, и иммунную защиту они выполняют, и какие-то защитные функции опорные они выполняют, тоже механические, да, они, конечно же, гибнут. При защите всегда у нас какая-то часть клеток и организмов неизбежно погибает. И поэтому, конечно, нейроглея способна регенерировать, конечно, не так быстро, не так активно, как клетки эпители, безусловно, но она все-таки к регенерации способна. Мы говорим о том, что нейроны не способны регенерировать, это да. Но сейчас у нас нейрофизиология – это очень активно развивающаяся область и медицины, и психологии, и биологии, я уже даже не знаю, какая-то такая наука на стыке нескольких наук разных, да, и вот сейчас, когда я читаю, я очень серьезно этим интересуюсь, это моя тема, я, когда я читаю последние статьи по тему, на тему нейрофизиологии, тогда мне попадаются некоторые открытия, которые показывают, что все-таки, ну, не на человеке, конечно, пока что это на мыши показано, что клетки гиппокампа, например, такая область в коре головного мозга, в височной коре, что они все-таки как-то могут, в некоторых условиях они могут делиться. Гиппокампы – это та часть нашего мозга, которая связана с памятью. В первую очередь, с кратковременной памятью. Такие вещи. Ну, ладно, давайте дальше пойдем. Вот мы о тканях поговорили, мы помним о том, что мы с вами многоклеточные, поэтому у нас каждая клетка выполняет какую-то свою функцию. И клетки обычно объединяются по функциям, у них еще и морфология постраивается под их функцию, и поэтому они выполняют, они образуют ткани, которые выполняют какие-то уже определенные функции и имеют какую-то определенную морфологию. И расположены они в определенных местах нашего организма, нигде попало, а там, где они будут лучше выполнять свою функцию. Так, значит, вот это вот у нас система органов. Здесь далеко не все системы органов, но основные есть. Это вот у нас система опоры. Опора – это у нас опорно-двигательный аппарат. Это не только опора, это еще и движение. Опора у нас связана с движением. Опорно-двигательный аппарат. Мы с вами в прошлый раз немножечко его затронули, поговорили о том, что опору создает у нас окелет, а движение у нас формируется за счет скелетной мускулатуры. Надо понимать, что вот этот опорно-двигательный аппарат – это вещь, которая… Это у нас система фактически. Стоит из двух систем. Первая – пассивная система, опорная, скелет. И вторая – это у нас скелетная мускулатура. Значит, если мы говорим о скелетной мускулатуре, мы с вами только что о ней говорили, мы знаем, что она у нас состоит из поперечно-полосатых мышц, которые регулируются нами сознательно. Которые регулируются нами сознательно. И вот когда сокращаются наши мышцы, то, соответственно, приводится в движение наше скелетное образование. То есть у нас мышцы при сокращении, она укорачивается, а при расслаблении она удлиняется. И поэтому, когда мышцы укорачиваются, вот, например, когда я говорю о бицепсе, то он одним концом к плечу прикреплен, другим концом он к предплечу прикреплен. И поэтому, когда бицепс сокращается, то у нас предплечье приводится к плечу. Какие-то отделы скелета, основные отделы скелета, вам, безусловно, знать надо. Скелет, во-первых, его остом, осевая часть скелета, это позвоночник, грудная клетка и череп, они находятся на оси скелета. Поэтому они называются осевой части скелета. Мы понимаем, что позвоночник – это та вещь, к которой прикрепляются все остальные части скелета. И ребра прикрепляются к ней, к позвоночнику напрямую. И опосредованно прикрепляются конечности, и верхние конечности, и нижние конечности. И череп тоже прикрепляется к позвоночнику. Позвоночник состоит из позвонков. Эти вещи вам знать надо, это вещи элементарные. Значит, позвоночник состоит, во-первых, из нескольких отделов. Мы сейчас перечислим эти отделы, а вы запишите, пожалуйста, какое количество позвонков, если вы этого не знаете. Я надеюсь, что многие из вас уже это знают, наверное, давно. Итак, первый отдел – это шейный отдел. Это 7 позвонков. 7 позвонков в шейном отделе. Следом за ним идет грудной отдел – 12 позвонков. Следом за ним идет поясничный отдел – 5 позвонков. Следом за ним идет крестовый отдел – 5 позвонков. Но крестовый отдел, он отличается от всех ранее перечисленных отделов, тем, что позвонки в нем срастаются. Это очень придаёт им повышенную прочность и делает из креста такую заднюю стенку тазовой полости, прочную, массивную заднюю стенку тазовой полости. И последний отдел, который у нас является атовизмом, не атовизмом, а ордиментом, который является, который является нашим намёком на наше животное происхождение, остатком хвоста, копчиком называется, копчиковый отдел или копчик. Там тоже очень маленькие сросшиеся позвонки, они редуцированы, они никакого значения в нашей жизни не имеют. Ну, мы считаем так, чем больше у нас развиваются наши медицинские науки, анатомно-физиологические науки в том числе, тем больше мы узнаём о себе самых удивительных фактов, которые, конечно, мы вообще даже не подразумевали, что есть такие функции ещё за разными органами. В общем, в этом копчиковом отделе разное количество позвонков может быть, но где-то в среднем это от 3 до 5. В среднем это так. Эти позвонки маленькие, редуцированные, видоизменённые, и, кроме того, они ещё и срастаются. От этого копчика уладела пользу никакой, пока что мы не увидели, а вот вред большой есть. То есть, когда в детском обычном возрасте или уже в сильно пожилом возрасте человек падает, приходясь на копчик, то вот этот вот перелом копчика, это вещь достаточно часто, и у молодёжи она встречается. Сейчас очень распространяются экстремальные виды спорта, сейчас очень часто видно молодёжи на коньках, на ролях, на скейтах этих, на, как они называются эти, вот, когда ногой отталкиваешься. Не велосипеды, а самокаты, самокаты. И в метро, и по улицам просто так они ездят. Не гуляют, а по делам, по каким-то ездят. Я думаю, что это ускоряет, конечно, но это делает жизнь немножечко более опасной и травмы более реальными. Поэтому очень часто я слышу от студентов, что вот был какой-то подвывик копчика, у кого-то даже случайно был и перелом копчика. Ну, эти вещи, которые, в принципе, как-то компенсируются, но они дают о себе знать какую-то нехорошую погоду, например. Когда человек вообще чем-то ослаблен, любым простудным заболеванием, когда он ослабляется. Такие вот вещи. Значит, те скелеты, которые у верхних и у нижних конечностей есть, это очень подвижные вещи, и надо знать их о делах. Мы видим, что и у верхней конечности, вот посмотрите на картиночку, она состоит из трех отделов, и нижняя конечность тоже состоит из трех отделов. Тут ее не видно как следует. Значит, у нас эти три отдела практически аналогичны по количеству костей. Ну, там есть небольшая разница, но она очень такая несущественная. Но по размерам они очень сильно отличаются. По размерам они очень сильно отличаются. Название отделов надо знать, и название костей тоже надо знать. Давайте сейчас я назову верхнюю часть. Верхний отдел свободной верхней конечности – это у нас плечо. Дальше идет предплечье, и дальше идет кисть. Плечо состоит из плечевой кости, предплечье состоит из двух костей, лучевая и локтевая, а кисть состоит из трех частей. Там много костей, косточки маленькие. Значит, есть запястье, есть пясть, есть фаланги пальцев. Есть фаланги пальцев. Так, хорошо. Значит, то же самое у нас на свободной нижней конечности. Они там отделы, там тоже три отдела. Примерно такое же количество костей. По-другому называется. Их на злани надо точно знать. Это такие знания, которые нельзя не знать. Значит, первый верхний отдел – это бедро, потом идет голень. Бедро состоит из одной кости, бедренная кость. Голень состоит из двух костей. Это большая берцовая кость и малая берцовая кость. И стопа, наконец. В стопе такие же три отдела, как в кисти. Это предплюс. Ну, они тоже три, там кости совсем другие, другие по размеру. И немножечко другое количество. И название другое. Да, название надо знать. Предплюсно, плюсно и фаланги пальцев. Количество костей можно не запоминать, безусловно. А вот название костей, название отделов надо знать. Дальше. У нас вот эти вот конечности, верхние и нижние, это конечности, предназначенные для продвижения. Значит, нижние конечности предназначены для локомоций. Локомоции – это перемещение в пространстве, это перемещение в пространстве. А верхние конечности предназначены для манипуляций. Манипуляции происходят от слова «манус», рука, кисть. То есть для того, чтобы мы что-то делали кистью. Предназначены верхние конечности. И между собою они соединяются с суставами. Значит, надо крупные суставы точно знать все. Во-первых, верхний сустав, крупный, свободные верхние конечности, плечевой сустав. Это те вещи, которые обязательно надо знать. В любом случае, это простые вещи, их просто надо запомнить. Второй сустав – это локтевой сустав. Третий сустав – это лучезапястный сустав. Там, где у нас кисть соединяется с предплечьем. Это лучезапястный сустав. На нижней конечности верхний сустав называется тазобедренный. Соединяются тазовая кость и бедренная кость. Тазобедренный сустав. Его как только не коверкают. И бедерный, и тазовый, и по-всякому. Это тазобедренный сустав. Второй сустав, который соединяет бедро и голень, коленный сустав. И третий сустав – это голеностопный сустав. Он соединяет стопу и голень. Голень и стопу. Легко запомнить. Голеностопный сустав. Но размеры костей, вы понимаете, что размеры костей очень сильно отличаются. Если на верхней конечности у нас размеры достаточно небольшие, немассивные кости, то на нижней конечности у нас кости очень массивные, для того, чтобы выдержать вес всего нашего тела, всего нашего торса, для того, чтобы, в общем-то, не сломаться. Значит, вот это вот мы с вами остановились на скелете. Мы с вами очень скользко его прошли. И, конечно, у вас могут... По скелету очень много вопросов возникает. Там очень легко эти вопросы формулировать, очень легко на них отвечать. Но это надо какими-то знаниями, конечно, надо владеть начальными знаниями. Кроме того, вот эти вот конечности, они прикрепляются к осевой части скелета. Для того, чтобы прикрепляться к осевой части скелета, существуют так называемые пояса конечностей. Пояс верхних конечностей. Здесь имеются две косточки. Это у нас лопатка и это у нас ключица. Лопатка находится сзади, ключица находится спереди. Между собой они соединяются с помощью сустава. Ну, у нас есть плечевая кость, которая соединяется и с лопаткой, и с ключицей. А пояс нижних конечностей? Пояс нижних конечностей – это таз. Это совершенно по-иному устроенный отдел скелета по сравнению с поясом верхней конечности. Мы видим, что он очень массивный, кости в нем тоже очень толстые, способны выдержать очень большие нагрузки. И, конечно, это связано с разным расположением в нашем организме, безусловно. Так, дальше по поводу скелетной мускулатуры. Скелетную мускулатуру я буквально в нескольких словах отвечу просто. Скелетная мускулатура, мы уже сказали, что она управляется нами абсолютно сознательно. Но надо сразу сказать, что ее развитие у разных людей очень сильно отличается. Но мы, наверное, хорошо понимаем, что можно заниматься атлетическими видами спорта и свою скелетную мускулатуру накачать до нельзя. И тогда она будет составлять примерно до 45% от веса нашего тела. Это скелетная мускулатура. Вот столько может составлять. А те девочки, которые субтильные, которые практически никуда не ходят, даже на танцы не ходят, те, которые сидят за компьютером целый день или с книжечкой там читают, да, или мальчики, которые к спорту отношения вообще никакого не имеют, да, конечно, у них она слабо развита. Ну и тогда она, ну, по крайней мере, где-то 35% от веса нашего тела она точно составляет. Вот сколько у нас составляет мускулатура. А в мышцах скелетных огромное количество капилляров кровеносных. И чем больше мы с вами двигаемся, даже если мы просто даем движение, нагрузку на наши кисти, на наши стопы, даже если мы делаем какие-то простые сидячие упражнения, в любом случае это всегда способствует кровотоку по этим капиллярам, которые находятся в этих мышцах, да. Поэтому мышцы, конечно, это вещи, которые необходимо как-то все время по возможности тренировать. Даже если у вас что-то не работает, какие-то мышцы все-таки работают. Какие-то мышцы работают, и надо их сжимать, разжимать, сжимать, разжимать. Не забывать об этом, что это все-таки не только улучшает состояние мышечной ткани, это улучшает в первую очередь состояние нашей сердечно-сосудистой системы. Так, дальше. Дальше это пищеварительная система. Пищеварительная система у нас состоит из двух частей. Две части, которые надо знать. Это желудочно-кишечный тракт. Желудочно-кишечный тракт. Это длинная трубка, которую можно вытянуть, и у нее есть входной конец, есть выходной конец. Входной конец у нее ротовое отверстие, а выходной конец у нее анальное отверстие. Значит, это желудочно-кишечный тракт. Ну, он очень длинный, он несколько метров составляет. Он многократно изгибается. Вот вы видите, что кишечник здесь имеет изгибы всевозможные. И кроме этого желудочно-кишечного тракта, по которому перемещается пища на разных стадиях, на разных этапах своего переваривания, к пищеварительной системе относятся еще пищеварительные железы. Пищеварительные железы. Вот три крупные пищеварительные железы надо знать. Абсолютно точно это надо знать. Эти вещи неизбежно могут всплыть, но они, конечно, могут и не всплыть, но что-то из анатомии у вас точно всплывет. Итак, во-первых, это слюнные железы. Слюнные железы открывают в своей протоке в ротовую полость. Во-вторых, это у нас печень. Печень – это вообще самая крупная железа нашего организма. Это железа. Ее секрет называется желчью. Желчь вырабатывается в печени, а хранится она в желчном пузыре. Обрабатывается она только в печени. Попадает она в 12-перстное пешко по протоку, и там она расщепляюще действует на все виды пищи. Так, дальше. И панкреатическая железа. Панкреатический сок, поджелудочная железа выделяет поджелудочный сок или панкреатический сок. Но если вам совершенно не обязательно называть латинские названия, вы можете называть поджелудочная железа, поджелудочный сок. Он тоже по протоку выделяется в 12-перстную кишку, и тоже он там расщепляет все виды биополимеров. Совершенно верно. Кроме того, есть еще мелкие железки, слизистые устроенные. Ну, во-первых, есть мелкие железки, которые в слизистой ротовой полости и в слизистой желудка. Огромное количество желудочного сока выделяют именно мелкие железки эти, да? Есть мелкие железки и в тонком кишечнике, есть мелкие железки и в толстом кишечнике. Значит, наша пищевая система предназначена для расщепления и усвоения биополимеров пищи. Давайте с вами вспомним, из каких биополимеров состоит наша пища. Давайте я первые буквы напишу, а вы мне будете расшифровку давать. Вот это что такое? Вот это что такое? Да, молодец, сразу реагирует. Правильно, а У что такое? Углеводы, замечательно. И это что такое? Замечательно. И еще вот это что такое? Этого биополимера у нас очень мало в пище в нашем... Нет, это буква Н. Это буква Н. Липиды, да, это жиры. Жиры это липиды, да. А это буква Н. Что такое у нас еще есть? Ну, клиновые кислоты, молодцы. Да, это по прошлому материалу, конечно, но это нельзя забывать. Вы знаете, это вот относится к области общей биологии, это биохимия, это биохимические знания. Они очень примитивные, но вам они совершенно необходимые. Абсолютно необходимые. Ну, клиновые кислоты. Да, конечно, клиновые кислоты. Значит, до чего распадаются у нас белки? Что является мономерами белков? Вы первые буквы напишите. Первые буквы. Аминокислоты. Так, хорошо, дальше. Что является мономерами углеводов? Моносахариды, совершенно верно. Что является мономерами, что еще стоят в жиры? Это тоже длинные молекулы, но они все-таки не из мономеров стоят. Они стоят из двух веществ, которые соединяются с химической связью. Как глицерин, жирные кислоты, совершенно верно. Из чего состоят нуклеиновые кислоты? Нуклеотиды, молодец, молодцы, молодцы. Вы очень хорошо реагируете сразу. Очень быстро даете ответ и правильно совершенно. Вот я чувствую, что у вас подготовка есть. Если так дальше пойдет, я надеюсь, что вы все поступите. Так, хорошо. Хорошо. Хочется бронесу бронесу пожелать таких вот хороших студентов, на самом деле. Чтобы это были люди заинтересованные, которые многие вещи как-то понимают, в первую очередь понимают. И, конечно, у которых память хорошо развита. Кровеносная система или система кровообращения. Она состоит из сердца и сосудов. Из сердца и сосудов. Сердце выполняет функцию насоса, то есть оно просто перекачивает кровь. Это чисто механическая функция. Ну, вот, наверное, все вы понимаете, что такой насос, велосипедный насос, надачий насос. Это чисто механическая функция, да. Он просто перекачивает, оно, вернее, сердце перекачивает просто кровь. А сосуды являются руслом, по которым течет кровь. Кровь у нас нигде не должна останавливаться, нигде не должна застаиваться. Она должна быть в постоянном движении. И вот сердце у нас, это такое четырехкамерное. Так, минуточку, я что-то не помню, взяла этот. Нет. А, слушайте, вот у меня, кстати говоря, вы посмотрите потом эту презентацию. Тут, оказывается, есть части скелета. Так, ой, пищеводительная система есть. Это почки, а сердце. Так, вот у нас сердечно-сосудовая система. Замечательно. Я просто давно составляла, это немножко позабыла. Значит, вот у нас сердце, вот у нас сердце. Сердце – это орган четырехкамерный. То есть, когда я рассказывала это студентам, один мальчик, который физически хорошо развит, не физически развит, а он по физике очень хорошо занимался в свое время. Я это имела в виду. Значит, он смотрел, смотрел на это, думал, думал, говорит, вы знаете, говорит, работа сердца напоминает мне работу четырехтактного двигателя. Я не знаю, я вот так хорошо в этом не разбираюсь в технике. Но может быть, наверное, так и есть. Значит, сердце – это четырехкамерный орган. Значит, есть желудочки, два желудочка – это большие камеры. И есть два предсердия – это маленькие камеры. У нас кровь, сосудистая система, система кровообращения не имеет ни начала, не имеет конца. Значит, это совершенно замкнутая система, и условно мы ее делим на два круга кровообращения. Вот то, что я сейчас обвожу – это большой круг кровообращения. А то, что я сейчас обвожу – это малый круг кровообращения. Значит, большой круг кровообращения выходит из левого… Это у нас зеркальное изображение, поэтому это левый желудочек. Из левого желудочка выходит сосуд, который называется аорта. Это самая большая артерия нашего тела. По ней идет артериальная кровь ко всем тканям, ко всем органам, ко всем частям нашего тела. Значит, эти артерии делятся с образованием капиллярных сетей. Вот у нас капиллярные, это схема, конечно, это не рисунок настоящий анатомический, это схема. Значит, вот она везде, это голова и шея, она везде образует капиллярные сети. В этих капиллярных сетях происходит обмен веществ. То есть из крови межклеточное вещество выходит питательное вещество, выходит кислород, а из тканей, из межклеточного вещества в кровь поступают шлаки. Те шлаки, которые образовались в процессе обмена веществ в каждой клетке. Каждая клетка проводит свой обмен веществ, именно нарабатывает те вещества, которые ей нужны, из тех веществ, которые она получила из крови. Значит, и в конечном итоге вот эти вот шлаки из организма, из нашего, удаляются. Кровь становится венозной. Вот она, венозная кровь. И венозная кровь возвращается, это заканчивается большой круг кровообращения двумя полыми венами. Вот нижняя полая вена, а вот верхняя полая вена. Эти две вены впадают в правое предсердие. Правое предсердие. Еще раз, мы давайте не будем путаться. Но для вас это не столь важно, а для моих студентов они очень сильно путались сейчас. У нас сейчас экзамены тоже начинаются уже. Значит, вот это вот у нас левая половина сердца, а это у нас правая половина сердца. Потому что мы смотрим в лицо человеку этому, да? Поэтому у нас с вами зеркальное изображение. Зеркальное изображение. По левую руку у нас то, что находится справа. А по правую руку у нас то, что находится слева в организме. Так, здесь что-то запуталось, очень много разных линий провела я. Значит, вот у нас нижняя полая вена, вот у нас верхняя полая вена. Они возвращаются в правое предсердие. И приносят они сюда венозную кровь. Значит, в большом круге кровообращения все абсолютно соответствует логике. По артериям кровь течет артериальная, то есть насыщенная кислородом. По венам кровь возвращается в сердце. Венозная, то есть насыщенная углекислым газом. Значит, дальше, дальше. Из предсердия кровь попадает в желудочки. Из предсердия из левого в левый желудочек. Из правого предсердия в правый желудочек. И дальше из желудочков она выходит в круги кровообращения. Из левого желудочка она попадает в аорту. А из правого желудочка она попадает в легочный ствол. Легочный ствол – это у нас артерия. Хотя кровь несет венозную. Значит, артерии и вены, они отличаются по тому, в каком направлении от сердца или к сердцу они несут кровь. Артерии, вот это надо, наверное, записать, если вы в этом не очень уверены. Это точно надо записать. Артерии – это сосуды, которые несут кровь от сердца. Артерии несут кровь от сердца. Артерия от сердца. Потому что сердце кровь выталкивает под большим напором. Значит, артерии – это сосуды, которые несут кровь от сердца. Какая бы кровь ни текла в них, кровь они получают от сердца. Сердце выталкивает, оно сокращается силой. И выталкивает эту кровь в артерию. Поэтому стенка артерии отличается от венозной стенки. Венозная стенка мягкая, венозная стенка имеет клапаны. И венозная стенка достаточно легко сдавливается в отсутствии крови. А артериальная стенка очень трудно сдавливается. Ее можно, конечно, придавить. Но это требует больших усилий. Артериальная стенка упругая, крепкая. Она практически твердая для нажима. И поэтому артерия – это тот сосуд, который получает кровь от сердца. Итак, из левого желудочка кровь идет артериально. И идет она по большому кругу кровообращения. То есть она питает, она снабжает кислородом клетки нашего организма. И она у них еще забирает шлаки. И становится она венозной. По малому кругу кровообращения вот этот сосуд, который выходит из права желудочка, называется легочный ствол. Иногда ошибочно его называют легочная артерия. Но вы можете называть легочной артерией. Для вас это, наверное, не ошибка. А для медиков это уже ошибка, конечно. Правильно называть это легочный ствол. Вот он делится на два сосуда. Один сосуд идет к левому легкому, другой сосуд идет к правому легкому. В этих легких образуется у нас капиллярная сеть. Это вот малый круг кровообращения. Это капиллярные сети малого круга обращения. Это капиллярные сети в легких. И в этих сетях происходит газообмен. Малый круг кровообращения у нас выполняет одну единственную функцию. Он выполняет газообмен. Кровь освобождается от углекислого газа. Ублекислый газ это шлаг, который вырабатывается любой клеткой. Любая клетка нуждается в кислороде. Она из этих окислительных реакций получает энергию, которая в форме чего у нас образуется в метахондриях, в форме чего у нас запасается эта энергия. Это АТ. Замечательно. Правильно. Очень хорошо. Очень хорошо. И вот в этих же окислительно-восстановительных реакциях, кроме АТ, еще образуется и углекислый газ. Он образуется как шлаг, он образуется постоянно. По мере того, как эта энергия затрачивается, у нас на любой процесс энергия должна быть. Поэтому у нас все время должен быть кислород, мы должны его получать, и все время у нас должен образовываться углекислый газ. Этот углекислый газ должен постоянно из нашего организма удаляться. Потому что иначе мы просто захлебнемся им и погибнем. Так, хорошо, хорошо. Значит, у нас происходит газообмен. Кровь, приходящая сюда, венозная кровь, отдаёт углекислый газ, насыщается кислородом, который мы вдохнули, этот кислород, он попал в лёгкие уже по другим путям, он попал по дыхательным путям в лёгкие. И вот эти, эта артериальная кровь возвращается в сердце. По каким сосудам? Как они называются? Артерии или вены? Вены. Замечательно, правильно. Эти сосуды приносят кровь к сердцу уже. Так что они изначального толчка не получили, и у них могут быть стенки совсем не такие, как у артерии. Они достаточно мягкие, легко спадаются, если нет у них крови. И эти вот сосуды, их всего 4 штуки, они называются 4 лёгочные вены. От каждого лёгкого по 2. Они впадают в левое предсердие. Впадают они в левое предсердие, таким образом, левая половина крови у нас вся заполнена артериальной кровью. А правая половина сердца вся заполнена венозной кровью. И это норма. Конечно, бывают иногда патологии врождённые, которые немножечко кровь смешивают в предсердиях, но это про патологии. Это вам сейчас не нужно загружать в свою голову этими вещами. Так, хорошо, но такие патологии бывают, конечно. Значит, вот у нас вот эта вот система кровообращения. Кроме того, к сердечно-сосудистой системе относятся ещё лимфатическая система. Здесь её нету. Сейчас я посмотрю. Здесь её нету. Её нету здесь, да. Поэтому я вам несколько слов всё-таки скажу о лимфатической системе. Лимфатические капилляры начинаются слепо во всех органах и тканях за очень небольшим отключением. Значит, я смотрю на 4 лёгочные вены, тут уже приношу это. Так, капилляры лимфатические, они отличаются от кровеносных капилляров. Во-первых, они более широкие. Во-вторых, их стенки обладают большей проницаемостью. От этих вообще они начинаются слепо во всех органах и тканях. За исключением нервной системы. В нервной системе их нету лимфатических капилляров. Эти лимфатические капилляры, они выполняют функцию, во-первых, дренажа. Они забирают избыточную жидкость, ведь человек на 70% его клетки, его межклеточное вещество состоит на 70% из жидкости. Жидкости у нас иногда бывает больше, чем это надо. И вот эту избыточную жидкость забирают в себя лимфатические капилляры. Кроме того, в лимфатические капилляры попадают, поскольку у них проницаемость гораздо больше, чем у кровеносных капилляров, в них попадают осколки разрушенных клеток. У нас же клетки, выполняя свою функцию, они изнашиваются, разрушаются. И вот их осколки попадают иногда, когда они попадают в межклеточное вещество, они тогда же попадают и в капилляры лимфатические. Кроме того, если мы с вами чем-то заболели, простудились, грипп у нас какой-то или что-нибудь другое, значит, это означает, что у нас большое количество в нас попало какого-то забудителя. Но чаще всего это вирусные заболевания, иногда бактериальные бывают. Но бактерии – это уже достаточно крупные агенты, это уже какие-то клетки. А вирусы – это маленькие частицы, которые тоже легко проникают в эти лимфатические капилляры. Кроме того, здесь сюда попадают и шлаки какие-то. У нас не только углекислый датшлак, у нас еще и мучевина шлак, у нас еще и разные другие шлаки бывают, которые образуются из распадающихся клеток, из распадающихся организмов, из распадающихся частей, мембран, например. Кроме того, у нас бывают еще всевозможные клетки, мутировавшие. Наша иммунная система распознает эти мутировавшие клетки как чужеродные и тоже стараются их уничтожить на самой ранней стадии. Потому что если они не уничтожаются на ранних стадиях, то потом они превращаются уже в опухолевые клетки и формируются у нас какие-то опухоли, или доброкачественные, или злокачественные. Вот это вот все хозяйство, вот это все добро идет в этих капиллярах и доходит до сосудов. Эти капилляры соединяются с образованием лимфатических сосудов. Лимфатические сосуды, они очень сильно отличаются и от вен, и от артерий, безусловно. Значит, на лимфатических сосудах имеются, во-первых, клапаны, которые способствуют продвижению лимфы вверх. Во-вторых, на лимфатических сосудах встречаются так называемые лимфоузлы. Лимфоузлы выполняют очень важные функции. Они, во-первых, в них образуются лимфоциты. Это раз. Значит, они выполняют какую-то кровотворную функцию. Во-вторых, они выполняют барьерную функцию, уничтожая возбудителей, которые туда попали. Ну, и в-третьих, они, конечно же, просматривают всю эту лимфу и от всевозможных опухолевых клеток. Они тоже стараются их уничтожить здесь. Если есть такая возможность, то они уничтожают их. Значит, и в конце концов, эта лимфа движется дальше вверх. Она впадает в систему верхней половины и пополняет и входит в общий кровоток. Лимфа у нас за сутки образуется примерно около 4 литров. Ну, 4-5 иногда. У некоторых больше, у некоторых чуть меньше. Ну, в среднем это такая вот величина. Вот такое количество лимфы впадает в наш кровоток. Дальше пойдем. Я пропустила дыхательную систему. Значит, дыхательная система – это система, которая состоит из дыхательных путей. Дыхательные пути, они служат для перемещения воздуха к легким. Основной газообмен происходит именно здесь, именно в легких. Значит, дыхательные пути. Вы все-таки должны знать их участки дыхательных путей. Это обязательно. И как они устроены, тоже должны знать. Во-первых, дыхательные пути начинаются носовой полостью. Дышать правильно носом, именно носом. Носовая полость относится к дыхательному пути. Амортовая полость – это часть пищеварительной, желудочно-кишечного тракта, пищеварительной системы. Дальше у нас наглоска идет. Что можно, что определить? А, прошу прощения, что прерываю, но хотела бы узнать, до какого времени. А у нас сегодня последнее занятие. Сейчас мы с вами закончим, и все. Вы куда-то торопитесь, Мария? Если у вас у всех уже лимит времени, тогда давайте заканчивать. Или мы продолжим еще? Это вы решайте. Мы продолжаем или мы заканчиваем сейчас? Продолжим. Хорошо, спасибо. Ну, мне еще буквально минут 7. Я надеюсь, что за 7 минут я закончу. Просто какие-то важные вещи надо сказать. Я не могу вот так оставить, понимаете? Значит, вот это вот у нас носовая полость, дальше носоглотка идет, дальше идет гортань. Гортань – это орган не только, это не только воздухопроводящий орган, это еще и орган голосообразования. Это орган, которым очень четко определяются половые различия. Гортань очень активно начинает расти во время полового сниревания, во время пубертата. Пубертат – это то, что педагоги, психологи, да и медики называют, то, что называем мы возрастом полового сниревания. Это пубертат обычно. Когда у мальчиков ломается голос, это называется, на самом деле, по-научному это мутация, а не ломка голоса. Это связано с тем, что мужская гортань примерно на треть больше женской гортани. И растет она, и у девочек, и у мальчиков она растет, да, но у мальчиков она растет гораздо более быстро и гораздо более серьезно. То есть вот для того, чтобы вырасти в такой большой гортани, вот за короткое время, это сразу мы прямо видим по голосу, как они сначала петуха какого-то пускают, а потом у них устанавливается такой вот устойчивый уже босок на всю жизнь. А у нас тоже голос немножечко меняется, но это не так заметно, это не так быстро происходит. У нас так гортань быстро не растет, вообще-то она от такого размера не дорастает никогда. Значит, вот это вот гортань. Дальше, после гортани идет трахея. Трахея делится на два главных бронха. Один бронх впадает, входит в левую легкую, другой бронх входит в правую легкую. Обратите внимание, сейчас, милочку, я тут опять наколбасила, что у нас бронхи под разным углом отходят. Отвесно отходит у нас правый бронх, а левый бронх под большим углом отходит, то есть более прямой угол. Он не совсем прямой, но все-таки он более прямой, чем отвесный и правый. Поэтому, когда дети играют, иногда у женщин, ну это бывает, конечно, это связано с особенностью генетическими, наверное. Но все равно такого размера, как у мужчин, не достигает гортань у женщин. У женщин никогда не бывает кадыка выраженного. Это угол хряща гортани, щитовидного хряща гортани, это угол. Вот тот кадык, который мы видим на мужчинах, да, это угол, у нас тоже он есть, понимаете, но просто он у нас не так выражен. Так вот, когда дети маленькие, особенно дети за столом очень любят поиграться, приплясывать, там, поактивнее себя повести, и тогда иногда у них попадает в дыхательное горло пища. Вот если какие-то тяжелые случаи, тогда пища может попадать, она чаще всего вот именно в этот правый бронх. Ну, чаще всего у ребенка все-таки он как-то отхаркивает эту пищу, но иногда бывают какие-то очень тяжелые случаи, которые операции требуют. Значит, вот чаще всего пищу ищут именно в этом бронхе. Значит, посмотрите, пожалуйста, вот левый бронх. Вот здесь вот такая вот у левого легкого вырезка, это вырезка для сердца, это сердечный вырезок, так называемый. Значит, в каждом легком образуется так называемая структура бронхиального дерева. Промхиальное дерево, это действительно вот оно напоминает по своему внешнему виду дерево, потому что главный бронх сначала делится на долевые бронхи, потом на более мелкие бронхи и так далее. И в конце у нас находятся самые мелкие веточки, самые мелкие бронхи, которые называются промхиолами. И заканчиваются они ацинусами. Ацинусы состоят из оливиолок, костяных мышковидных образований, которые оплетены капиллярами. Капилляры это относятся к малому кругу кровообращения, эти капилляры. То есть сюда пришла венозная кровь. И непосредственно соприкасаясь с этим воздухом, эти капилляры отдают углекислый газ в воздух, а кислород из воздуха забирают в кровь, обратная кровь становится артериальной. Вот, значит, это у нас дыхательная система была. А это у нас мочевыделительная система. Мочевыделительная система состоит... Моча образуется в почках. Вот это вот у нас органы мочеобразования. А вот это вот у нас органы мочевыделения. Всё остальное это вот мочеточники, это мочевой пузырь, а это уретро или мочеспускательный. Это не мочеточник, это неправильно написано. Вот мочеточник, а это мочеиспускательный канал. Или уретро по латыни. Мне кажется, что легче говорить уретро, чем мочеиспускательный канал. Это вот у нас органы мочевыделения. А моча образуется в почках. Моча образуется у нас из крови. Из крови удаляются все растворенные шлаки. Ну, кроме углекислого газа. Углекислый газ тоже очень хорошо растворяется в крови. Но он выходит через выдыхаемый нами воздух. А вот все шлаки, которые содержат азот. Это аммиак, это мочевина, это мочевые кислоты. Они все из крови удаляются с мочой. И моча, она содержит концентрированный раствор азотистых шлаков. Собственно, вот что вы должны знать про выделительную систему. Мы просто сейчас голопом по Европам. Вот это вот у нас эндокринная система. Эндокринная система – это железы, совокупность желез внутренней секреции. Это железы внутренней секреции. Из желез внутренней секреции вы должны знать. Во-первых, гипофиз. Гипофиз – это очень маленькая железка, которая выполняет огромные функции. Это нижний мозговой предаток. Находится она в головном мозге. Он, вернее, гипофиз. И он про эпифиз. Это вещи, там очень много всяких проблемных вещей, да. Очень мало изучен он. И там очень больше вопросов, чем ответов на самом деле. Я не знаю, может быть, если вам, у вас это есть в учебниках. Может быть, вы что-то можете знать про эпифиз. Но про гипофиз вы точно должны знать. Гипофиз – это железа, которая вырабатывает гормон роста или соматотропный гормон. Гормон роста его называют. Или соматотропный гормон. Или соматотропин еще его называют. Одно и то же. Гормон роста и соматотропный гормон – это одно и то же абсолютно. Гормон роста, он основные свои функции выполняет в детском возрасте. когда ребёнок ещё в состоянии роста находится, пребывая. Если этот гормон роста вырабатывается довольно долго, в больших количествах, тогда у ребёнка развивается гипофизарный гигантизм. Если этот гормон очень быстро начинает уменьшать своё количество, тогда вот тут ребёнок с гипофизарным гигантизмом, очень долго у него процесс окстеневания не происходит, поэтому он растёт, растёт и растёт. Это, конечно, уже патологические вещи. На интеллекте это не сказывается абсолютно никак, так же, как и гипофизарная карлика, если на интеллекте не сказывается. Но это, конечно, организм очень сильно ослабляет, потому что если кости очень длинные, если рост очень высокий, ну, тогда страдает весь организм, сердечно-сосудистая система, угнаться за этим ростом не может, понимаете? Поэтому, конечно же, для такого человека нужны какие-то особые условия, при том, что интеллект у него совершенно сохранный, никаких проблем с этим нет. Гипофизарный гигантин тоже развивается, но это в обратной ситуации, когда гормон роста очень быстро начинает снижать свой уровень, и рост костей заканчивается очень на ранних этапах. То есть, окостеневание заканчивается рано, и сколько ребенок вырос, вот так, по-моему, остается уже во взрослом возрасте. Щитовидная железа. Щитовидная железа, она носит свое название по щитовидному хрящу гортани. Вот она вокруг, как бы, обхватывает этот щитовидный хрящ гортани, состоит она из двух долей, соединенных, вот правая доля, где-то левая, на самом деле, доля, это правая доля, соединены они перешейком. Эти доли соединяются перешейком. Щитовидная железа влияет на все стороны обмена веществ. Она очень серьезно связана с проблемами роста и развития, причем не только физического развития, в детском возрасте имеется в виду, не только физического развития, но и развития интеллектуального. Есть такая болезнь, которая называется кретинизм. Она связана с нарушением, с недостаточной выработкой гормона щитовидной железы в детском возрасте. Очень часто и у взрослых уже, и у детей тоже очень часто страдает щитовидная железа при недостатке в пище йода. Значит, йода у нас в большей части России недостаточно, но он все-таки есть. А вот в районах Средней Азии йода вообще практически нету. И поэтому там специально, когда у нас был Советский Союз, там была специальная программа по добавкам йодистым, и там все было в порядке. Я не знаю, что у них сейчас, но, наверное, без этой программы жить вообще-то невозможно. Если человек не получает йода, то он неизбежно будет страдать кретинизмом. При кретинизме нарушается и интеллект, и нарушается пропорция тела, и выражение лица, и физически, и интеллектуально. Человек, безусловно, переживает очень глубокую патологию. При том, что эта патология высокими концентрациями йода не компенсируется. Если уже какие-то нарушения пошли, то мы, конечно, можем их остановить, и нарушения, но обратно мы процесс опять не повернем. Вот какая ситуация, достаточно тяжелая вещь. Так, надпочечники. Надпочечники. Что такое? Вы уже отключаетесь, что ли, Маргарита? Сейчас я заканчиваю, я уже заканчиваю. Осталось эту систему и нервную систему, я несколько слов по ней скажу. Надпочечники – это парная эндокринная железа, которая находится над верхним поясом у каждой почки, и состоит она из двух, а не из двух частей. Что такое номер стоп, я не поняла. Стоп это или что? Не совсем поняла, что вы написали сначала. Так, ладно. Без остановки. Ладно, хорошо. Про изменения. Да, конечно, изменения, их уже не остановишь. В смысле, их не вернешь, не повернешь спять. Остановить их можно, но вот спять мы их не повернем. Мы не изменим назад то, что там уже порушено. Презентации не видно? Я не знаю. У всех остальных видно? Дальше пойдем. Видно. Ну, значит, это, наверное, проблемы, которые... Мы не в состоянии. Это ваши проблемы только. Так, ладно. Итак, пожелудочная железа. Да, надпочечники, я не сказала, что там. В надпочечниках выделяют два слоя. Это корковое вещество и мозговое вещество. Корковое по периферии, мозговое вещество внутри. Корковое и мозговое вещество, они принципиально разные. Гормоны вырабатывают. В корковом веществе их гормоны, общее название кортикостероида, носят. А мозговое вещество – это адреналин и норадреналин. Всем нам знакомы гормоны стресса. Так, пожелудочная железа. Пожелудочная железа, мы только что о ней говорили, как о пищеварительной железе, потому что эта железа выполняет и эндокринную функцию, и экзокринную функцию. Как экзокринная железа, она имеет протоки, и пожелудочный сок выделяет в 12-перстную кишку. А как эндокринная железа, она вырабатывает гормон, который называется инсулин. Один инсулин, другой глюкогон. Они оба, эти оба гормона влияют на работу, на углеводный обмен. Но глюкогона вырабатывается значительно меньше, эффекты его значительно более слабые, поэтому все знают только об инсулине. Инсулин – это гормон, при нарушении выработки которого у нас развивается сахарный диабет. Сахарный диабет. Есть еще не сахарный диабет, но это совершенно с другим связано. Это с гипофизом связано. Мы без подробностей. А сахарный диабет – это та болезнь, которая сейчас очень широко распространяется, и все больше и больше ее становится. И эта болезнь связана с цивилизацией, с развитой цивилизацией. То есть нарушение питания, с нарушением движения, двигательной активности. Вот это все вместе приводит к сахарному диабету. И в конце концов у нас остались две, собственно говоря, одна, две железы. Это парные железы, половые железы. У женщин – это яичники, у мужчин – это яичники или семянники. Они тоже являются железами со смешанной секрецией. У них одна функция экскреторная, другая – внешняя секреция, другая – внутренняя секреция. Значит, эндокринная функция у них и у тех, и у других заключается в выработке половых гормонов. Общее название половых женских гормонов – эстрогенная. Это надо знать. Общее название половых мужских гормонов – андрогенная. У них есть еще, кроме вот этой эндокринной функции, есть еще экзокринная функция или внешняя секреторная. Они вырабатывают половые клетки. Половые клетки женские – это яйцекреты, половые клетки мужские – это сперматозоиды. Активно вот эти железы у нас в первый период нашей жизни не работают. Когда наступает супертат, половое осморевание, они под влиянием гормона роста гипофиза, они начинают очень быстро расти и становятся уже действующими, работающими железами. Они начинают продуцировать половые гормоны. Сначала половые гормоны, а потом уже и половые клетки. И эти половые гормоны приводят ко всем изменениям, которые мы видим в организме, и видели у себя, и видим у своих детей, в организме подростков. Когда растут молочные железы у девочек, у мальчиков ломается голос, это просто видно, изменяется скелет, у мальчиков более широкими становятся плечи, более узким таз, у девочек наоборот это происходит. Телосложение по женскому и по мужскому типу это просто заметно бросается в глаза. У девочек половые гормоны более настроены на отложение жира, у мальчиков они более настроены на формирование мышечной массы, ну и, конечно, психика по женскому и по мужскому типу это тоже вещи немножечко отличающиеся. Хотя, конечно, сейчас у нас в городе практически мы сравнялись по гендерному принципу, но как-то я не думаю, что это уже очень хорошо, я думаю, что это немножечко плохо. Все тогда, господа, я вам желаю самого всего лучшего, что мы там еще с вами, нервную систему. Скажите вам несколько слов про нервную систему, или уже все? Да, отлично. Вот вы прям настоящие студенты, у вас такой запал на работу, хорошо. Значит, нервная система, вот это вот головной и спиной мозг, это у нас центральная часть нервной системы. Головной и спиной мозг, это центральная часть нервной системы. От него, от этой центральной части, от нее, да, отходит периферическая часть. Это нервы, это их сплетение, это их окончание, и это ганглии еще нервные. Значит, от спинного мозга отходит 31 пара спинно-мозговых нервов. 31 пара спинно-мозговых нервов. От головного мозга отходит 12 пар черепно-мозговых нервов. Конечно, головной мозг у нас... Ой, Господи, что это такое? Почему у меня пошло это? Я не поняла. Конечно, головной мозг у нас играет первую роль. То есть он руководит, он отвечает за все. Все проблемы, которые могут быть решены на уровне спинного мозга, они им и решаются. Но в любом случае какую-то дополнительную информацию об этих процессах спинной мозг всегда посылает в головной мозг. И самый высший отдел головного мозга – это наша кора. Кора головного мозга – это надстрочный такой прибор, который не выполняет какие-то жизненно важные функции. В общем-то, если какие-то части, участки коры порушены, мы можем лишиться разума, мы можем лишиться памяти, мы можем лишиться зрения, чего-то еще, но жизни мы точно не лишимся. А вот если у нас порушены какие-то участки спинного мозга, тогда мы можем получить обездвиживание или вообще лишиться жизни. Или если у нас будут разрушены участки, глубоко лежащие в головном мозге до коры, кора это сверху покрывает, тогда действительно мы можем просто жизни лишиться. А кора – это такой аппарат, который присущ современному человеку, но не только современному человеку, всему нашему виду гомо-сапиенсу. У нас у всех есть кора. Вот такой вот сложный рельеф кора приобретает, потому что ее рост очень долго идет, когда уже завершился рост черепа. То есть кора у нас как бы сминается в каком-то ограниченном объеме, она просто сминается, она растет, растет, растет очень долго, а череп рост его останавливает гораздо раньше, чем кора. Ну, собственно, и все. Я надеюсь, что все вы поступите на этот... это прекрасно. Да, давай, сейчас я вышлю вам презентацию. Подождите, не уходите тогда, сейчас я вам презентацию вышлю, а то потом у нас все это затрется, я забуду. Вот она, она называется итоговая. Она называется итоговая. Так, 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 так. Одну секундочку, где ваш... Ну, подождите, подождите, я почту вашу должна еще записать. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Никуда не уходите, а то у нас все это дело пропадет. Так, 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 так. Так. Раз. Сейчас почту вашу. Мария. Мой бессменный почтальон. Так. 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 Сейчас вы получите, тогда мне скажете. Хорошо? Чтобы у нас как-то все тик-ток было. А то непонятно. Вы получили? Да, это получили или как? Вы мне плюс поставьте, Мария, если вы получили. Или минус, если не получили еще. Нет еще? Что ж такое? Сейчас я посмотрю. Почему? А, я, наверное, черт возьми, я вам по-другому ящику отправила. Сейчас. Что ж такое? Сейчас я еще раз копирую. Подождите, другой ящик. Получили или нет? Получили или нет? Ну, так что? Ну, так что? Ну, это не во мне дело. Мария, вы получили или нет? Почту не знаю. Просила, чтобы так. Вы посмотрите свой ящик почтов. Получили или нет? Почему, блин? Я бы просила, блин, а мне здесь не кидаться. Так. О, от меня уже ушло. Ушло. Он большая, она большая презентация, там 4 мегабайта, может быть, поэтому. Кто обращался? Мария, случили или нет? О, все, все. Я вам желаю всем удачи и спасибо большое за то, что вы так меня долго слушали. Четыре, девочки, вам всего самого лучшего. Всего вам самого лучшего. Спасибо. Всем coraz Aucin. Всем привет. Продолжение следует... Так... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...